Движение по зимней автодороге Нарьин-Марусинск сегодня закрыто для всех видов транспорта. На работе зимника сказываются неблагоприятные погодные условия. Зима в этом году выдалась достаточно теплой, снежной и с частыми метелями и сильными порывами ветра. Но только ли погодные условия влияют на полноценное функционирование зимника? В этом вопросе попыталась разобраться наша съемочная группа, проехавшая накануне по зимнику вместе с представителями проверяющих организаций. Слово Кириллу Фролову. Выехать на зимнике и вернуться обратно в Нарьин-Мар гарантирует лишь транспортное средство трекол, вездеход на шинах низкого давления. Другим автомобилям, в том числе полноприводным грузовикам, преодолеть зимнюю дорогу проблематично. Зимняя автодорога от Нарьин-Мара до границы округа с республикой Коми разделена на три участка. Первый – Лаевожский, или, как чаще говорят, отсыпка протяженностью порядка 96 километров, а также второй – это непосредственно сам зимник протяженностью около 55 километров, в соответствии с государственным контрактом содержит общество с ограниченной ответственностью из Ненецкого округа «Строй-Универсал». Третий участок пути, который начинается уже после нашего зимника и тянется до границы с республикой Коми, а это еще 64 километра, зона ответственности компании из соседней республики «Темп-Дор-Строй». Впрочем, третий участок – это, собственно говоря, уже и не зимняя дорога, а обычная автомобильная трасса, содержать которую в зимних условиях соседям весьма проблематично. Первые два участка дороги – отсыпку и сам зимник – компания-подрядчик «Строй-Универсал» поддерживает в удовлетворительном состоянии. Здесь работает 16 единиц техники. На временной дороге в текущем году организован дорожно-ремонтный пункт, два КПП, установлены информационные щиты. На трассе оборудован пункт с местами для отдыха водителей на 16 койко-мест. Безусловно, из-за неблагоприятных метеоусловий, как сегодня, эти участки закрывают время от времени или ограничивают движение по ним для определенных видов транспорта. Переметы есть и будут всегда, но если зимник открыт, то они проходимы для техники. У проверяющих претензий нет. Мытарство водителей начинается сразу после зимника. Особенно труднопроходимы первые 36 километров автодороги. Я думаю, что содержание обслуживания должно быть регулярным, независимо от погодных условий. То есть люди все равно выезжают, допустим, вот как мы выехали с Печоры 3-го числа, то есть погода позволяла, попали в пургу и вот, пожалуйста, 30 километров мы уже сутки едем. На этом участке дороги через каждые 400 метров установлены искусственные ограждения, так называемые отбойники. Это предусмотрено ГОСТом. Правда, этот ГОСТ, принятый еще в 1984 году, предназначен для Сибири и Дальнего Востока, где автомобильные трассы проходят в условиях другой климатической зоны, в лесополосе. Для дорог, которые прокладываются в тундре, продуваемой насквозь ветрами, своего ГОСТа нет, что доставляет немало проблем дорожникам. Именно на этом, труднопроходимом, 36-километровом участке дороги скапливаются вереницы автомобилей. Расчищает этот участок подрядчик из республики Коми откровенно плохо. Работают здесь не более трех единиц техники, которые просто не справляются с объемом работ. Транспортные средства вынуждены передвигаться по узкому коридору. Понятие «встречка» отсутствует. И если один из автомобилей попадает здесь в снежный плен, то встает вся колонна, что и происходит на самом деле. Проверяющая сторона не удовлетворена работой подрядной организации «Темпдорстрой» из республики Коми. И к подрядчику, я думаю, что будут принимены санкции. То есть мы видим, что дорогу запечатывала таким образом, чтобы открыть подряд движение, нам необходимо, наверное, сутки для того, чтобы все очистить. Мы видим, что техники маловато. Мы сейчас будем принимать все меры для того, чтобы, так сказать, открыть движение по этой дороге. Напомню, из-за теплой ветреной погоды в настоящий момент движение по зимнику закрыто для всех видов транспорта. Но работы подрядной организации компании «Строй-Универсал» не остановлены. На зимней автодороге работает 9 единиц техники. Тракторы и бульдозеры осуществляют разбивку снежных переметов и разглаживают бровки на дороге. Кроме того, ведется дежурство на подъемах в районе рек Шапкина и Лаевош. Также один внедорожник подрядной организации дежурит на дорожно-ремонтном пункте. Проливка зимника из-за высоких температур воздуха приостановлена. Кирилл Фролов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...